Здорово, на связи Артём Нестеренко. Всем привет, кто к нам сейчас присоединится. Ах, уже накануне лета, давно не был в Перископе. Только недавно был на концерте зверей, там включался, думаю, словил себя на мысль, что надо как-то почаще выходить в Перископ, используя разные социальные сети. Так, кто у нас подключался, ребята, кто откуда, напишите, сколько у вас времени, где вы сейчас находитесь. Я развалился у себя прямо на участке дома. Так, привет, Венерчик, всем привет, Екатеринбург, Пятигорск, Липецк, Монреаль, прикольно, в Монреале полдень, Пермь, Москва, я из Мурска. Кстати, а кто у нас, чем вы занимаетесь, ребята, напишите, пожалуйста, кто чем занимается, напишите, чем вы занимаетесь. Тульская Барнаул, учитель Новосибирск, Запорожье, Запорожье давненько не было, так, мебельная фурнитура, играю на гитаре, парфюмерия, сексом, юридические услуги, идем домой, студент. Я думаю, запишу Перископ такой, я вообще хотел пост на эту тему написать. Так, сетевой в гейме, прикольно, ребята, звали меня в Дубай из гейма. Так, инфобизнес, слушаю Бека, что там, Саша сейчас вебинар ведет, привет, напишите от меня. Айтишник, Питер, на связи, алкогольный бизнес, ай-яй-яй-яй-яй-яй, в банке работаю, наслаждаю жизнью. По поводу названия Перископа, как вы думаете, почему люди, у которых нету денег, у них их никогда не будет? Как вы думаете, почему? Почему у людей, у которых нету денег и никогда их не будет? Знаете, приезжай к нам в Муром, в Мур, в Муромск, да? Давайте. Отдыхающие матермалы для постов. Переупаковкой что-то занимаешься? Так, мышление не позволяет, потому что их надо создавать, надо работать. А знаете, почему? Мне пишет одна девушка, мы завтра начинаем регистрацию в программу, там, ментальный спонсор. Мне написало около 450 человек на мой личный почтовый ящик по поводу того, что говорят, как интересно попасть. И тут одна женщина написала очень интересно, говорит, Артемчик, ты помнишь, как ты жил на 1 доллар в день еще там 7 лет назад? Надеюсь, ты не забыл про это, потому что я живу как раз так же на 1 доллар в день. Поэтому мне нужно к тебе в личный коучинг. А у меня личный коучинг запускается, групповой как бы коучинг, но персонально работаю только с теми людьми, которые готовы инвестировать дальше, нанимая людей, там, передавая их в аутсорс и так далее, так далее. Понимаете? Я понимаю, что ей просто коучинг не поможет. Я в очередной раз себя слил на мысль, что люди, которые не имеют денег, они не могут даже зарабатывать 1000 долларов, и им никакое обучение не поможет. Представляете? Никакое обучение не поможет. Потому что, чтобы зарабатывать 1000 долларов, здесь проблема в голове. Такой вот 100%. Конечно, можно работать и фрилансом, и онлайн-ассистентом, чтобы зарабатывать 1000 долларов. Вот ты родился богатым, прям родился сразу, родился и спросил, где мое богатство. Кстати, вот как вы считаете, чтобы зарабатывать 1000 долларов, баксов. Блин, вопрос хотел по-другому задать как-то. Давайте так, вы согласны, чтобы зарабатывать 1000 баксов? Вот, например, я для тех, у кого нет денег, вот, надеюсь, они сегодня смотрят это, и сейчас, или в записи. Чтобы зарабатывать 1000 долларов, для этого нужно какое-то сверхъестественное обучение, которое просто выведет шаг за шагом, чтобы ты вышел на штуку баксов. Блин, да просто надо задницу поднять, и можно найти возможности, не выходя из дома, сделать это. О, сейчас, секундочку. В тот же момент, когда я начал перископ. О, пришли. Я просто сейчас тут в этом, в айфоне. Нужен мозг, да, нужен мозг. Кем я работаю? Это консультант я. Консультант. Такие поверхностные рассуждения. Спасибо за поверхностные рассуждения. За глубокие рассуждения для тех людей, которые не умеют зарабатывать деньги. Они имеют огромное препятствие. Огромное препятствие в виде забора, который забор не дает им вырасти. Не будешь суетиться, будешь лапу сосать, да. Если у тебя восьмой вид, а штука восьмой вид. Фриланс это старт. Как девушки много зарабатывают. Сегодня, мне кажется, еще десять лет назад. Что? Давай, давай. Сейчас, дай мне две минутки, я вот сейчас тут пообщаюсь. Еще 149 человек в эфире. Девушки. Все за такое забаним. Так, у нас Ольга, привет, да. Я точно знаю, что у каждого из сегодняшних, даже вот кто здесь присутствует, человек, для того, чтобы зарабатывать несколько тысяч долларов, для этого нужны просто огромное желание истребления сдвинуться с мертвой точки. Я просто, когда переезжал сам в город Киев, у меня не было вообще денег. Вообще не было денег. Сейчас я живу за городом, у меня свой дом, и я сам себя создавал. Но даже речь не об этом, то, что там про меня, а речь про то, что люди пытаются... Просто я в бизнесе education нахожусь, образование, где я все время часто сталкиваюсь с людьми, которые разных абсолютно слоев. Одни люди вообще ничего не зарабатывают, другие люди на среднем уровне, такие посредственные, там, зарабатывают пять тысяч долларов и думают, что это вся его планка, которую он может достигнуть. И есть люди, которые зарабатывают очень большие деньги. И общаясь все время с разными этими слоями людей, ты видишь, что у каждого человека, причем я прошел по всем этим слоям, по всем этим слоям, и я понимаю, как люди себя чувствуют. То есть каждый видит свой забор и думает, что это все предел, да. И человек, который выходит на определенный уровень постоянно динамического развития, стратегически динамического развития, он может создавать свой цифровой продукт. И еще 10 лет назад сложно было зарабатывать деньги. Сложно было зарабатывать деньги. Сложно было создавать свой бренд, создавать какое-то имя, да. И я точно знаю, что абсолютно каждый из вас, кто сейчас смотрит, может иметь такой собственный опыт. Я знаю, что для тех, кто будет звучать, которые будут смотреть впервые и слышать эту фразу, для них это будет звучать, что за бред, что ты вообще, о чем ты говоришь, там, начнем писать. Но у вас у каждого в голове есть опыт, за который другие люди готовы платить. Кто понимает, про что я говорю? Напишите «да» или как-то отреагируйте. Что у вас есть опыт, за который другие люди готовы платить. Да. Есть. Но если у человека нет денег, и он «ой, а как мне жить в этом мире?» Кагаем один хороший, иди, настройся на работу по ночам грузчиком. Заработай себе первые деньги на трафик. Так, еще давайте пару минут я могу ответить, если ты помог это понять. Могу ответить на ваши вопросы. Те, кто меня уже знает, знают, что можно задавать вопросы. А те, кто впервые смотрит, сейчас спрашивают, кто ты, чем ты занимаешься. Скажи, пожалуйста, какой тренд 2016-2017 года в интернете? Если трендов очень много, сегодня популярны ниши онлайн-предпринимательства, то тема бизнеса, тема личностного роста, тема спорта и тема отношений между мужчиной и женщиной. Сколько заработал в свою жизнь? Заработал чуть больше 3 миллионов долларов. Заработал. Занимаюсь чем? Основатель проекта МБМ, Артем Мистеренко. Можете на ютубе посмотреть мои уроки. Ау. Ну иди сюда. Угу. Так, за это в бан. Мама зовет. Ага. Мама смотрит. Мама смотрит здесь. Промышление и самооценка будет актуальна, Артем? Что именно? Что ты имеешь из-за дольбина? С чего начинал? Начинал с сетевого маркетинга. Тебя тоже. До свидания. В бан. Мне интересно, что у тебя за занятие в зале. Силовый или кардио? Тут нужно убрать или поставить и. Первая часть силовая, вторая кардио. Фрилансер. Кстати, никогда не фрилансерал, не фрилансил. Да, по видео видно, что дело говорит. Интересно уже. Спасибо. Не любишь критику? Критику какой? С матами? Это не критика. Критику люблю слушать от людей, которые либо на моем уровне, либо специалисты в своей теме и дают конструктивную критику. По большому счету, люди даже не имеют критику давать. По сути дела, это не критика, а это провокация. Вы что, историю Артема не знаете? Народ, вы что? А тут не должны все знать историю, потому что это перископ. Перископ. Я именно поэтому перестал пользоваться, кстати, часто перископом, потому что увидел, что сюда пришли люди, у которых очень большие проблемы с головой. Как мне найти работу в бизнес на интернете? Тебе надо было вообще прийти, я недавно ввел мероприятие, где у меня было почти 15 тысяч человек, и я рассказывал о 12 способах зарабатывать через интернет. Если совсем тяжело и нет никакой креативности, ищи возможность работать фрилансером, как онлайн-ассистент, человек, который может помогать другим компаниям или людям в интернете разбирать почту. У меня работает в офисе, у нас работает в офисе около 50 тысяч человек. Шахматы. Что, ты хочешь? Да. Шахматы сыграть? Да. А, вот еще один у нас. Давай, иди я. На Форексе, понятно, я вообще не знаю, как по Форекс работать, поэтому нет. Есть книга, которая вдохновила? Есть. Почему вы глупы, больные, больные? Успешных людей, много хейтеров. Хейтеров, да, много. Можешь меня нанять? Не знаю. Если ты что-то умеешь делать крутое, можешь. У нас люди вообще даже просятся бесплатно работать, чтобы с нами показать, что они могут с нами работать дальше. В молодости я кем работал? Прошел все престижные профессии, такие как грузчик, сторож, дворник. Посоветую книгу для бизнеса. Почитаю Джефф Уокера «Запуск». Чем ты занимаешься? Консультирую. Артем, а есть на снимке анимации MLM? Как считаешь? Да, есть. Конечно, есть. Конечно, есть. Найми меня. Удиви меня. Да, можешь мою книгу прочитать? У меня пятая книга вышла. Называется «Сколько стоят ваши мозги?» Самый дебильный вопрос, который я слышал в перископе «А ты кто?» Вот серьезно, я дебильные вопросы не слышал. Вот. Что? Вот. Расскажи, вот, как ты умеешь говорить. Покажи. Йоу. Два пальца покажи, как я тебе учу. Давай, подержу, а ты покажешь. Давай. Два. Вот, два, да. Скажи, тебе скоро три года, да, через неделю? Два-два-два-два-два. Ты кто? А, непонятно. Можно к вам устроиться. К нам можно устроиться, только если ты живешь в Киеве. Слушай, у нас в основном вся команда работает только здесь, в Локале. Сколько зарабатываешь? Много. Мне понравилась книга, Артем, а сколько стоят ваши мозги? Инопланетянин. А удаленно? Удаленно нет. Логисты не нужны. Слушай, у нас превратилось в этот, в... Доска объявлений для работы. Так. Какие у вас проекты? Вот мы сейчас запускаем очень крутой новый продукт, сервис будет. А что ты на русском говоришь? Ты что, сепаратист? Ага. Да. Хотите иметь филиал в Австралии? Очень. Так, ребята, все, спасибо всем. Мы уже притянули людей, у которых очень большие проблемы с головой, судя по вопросам. Так, ну что, я буду возобновлять трансляции. Ребята, тех, кто у нас уже в бизнесе, вот именно с этой аудиторией, вам интересно было, чтобы я почаще выходил? Напишите. Хотелось бы, чтобы я почаще выходил с вами в эфир, делился тем, что мы делаем и чем я могу быть вам полезен. Круто. Хорошо. Постараемся выходить почаще. Все, пойду я время проведу с семьей, сейчас распалим камин, скорее всего. Артем, брат тебя видит? Да, конечно. Девушке надо стремиться к заработку только при одном условии. Вот давайте последнее, что я скажу про девушку, только при одном условии. Если девушка начнет зарабатывать деньги, и для нее смысл будет зарабатывать деньги, вот зарабатывать деньги ради зарабатывать деньги, то у нее появится член с остальными яйцами. Девушке может зарабатывать деньги, если это будет ей в кайф, и она будет получать огромное удовольствие. Вот у моей жены несколько магазинов, которые я помог ей открыть, и она занимается не ради денег, а занимается, потому что это приносит удовольствие. Платится, примерки, звезды приезжают всякие там и так далее. Поэтому, девушки, если хотите зарабатывать деньги, то первое, что вы должны делать, это получать от этого удовольствие, а не работать ради того, чтобы заплатить за свет, купить картошку и все остальное. Хорошо? Всем пока! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...